Одной из самых актуальных проблем жители назвали подготовку учебных заведений к новому учебному году и организацию подвоза детей в детсады. Педагоги и родители рассказывают, за два десятка лет денег практически не поступало. Сейчас подготовиться полностью в короткий срок очень тяжело. Финансирования не было никакого, поэтому мы работаем только на патриотизме бывших украинских и нынешних российских учителей. На их практически материальные средства. Школа находится в хорошем, уютном состоянии изнутри, но внешняя реконструкция безусловно нужна. За 20 лет нет подвоза в детский сад. С ближайших сел Курганная, Шафранная, Новый мир. Дети стоят на улице, голосуют, на остановках маленькие, нет подвоза. Подготовку школ к учебному году завершат в срок, заверил Владимир Константинов. Также он отметил, что поездки в районы полуострова и общение с народом дают власти необходимую информацию. Все просьбы людей лягут в основу народной программы, которой будут руководствоваться в ближайшие пару лет. Большое внимание уделят в ней развитию села, в частности, аграрного сектора. У нас благодатнейшая земля, благодатнейшие условия. Сейчас в связи с введением санкций открылись неожиданно дополнительные возможности для развития и реализации сельскохозяйственной продукции. Люди все это хорошо помнят и хорошо знают, как это все работало. И они еще сохранили многие навыки с тех пор. Также председатель госсовета вручил жителям района новые паспорта и первые свидетельства о рождении российского образца. А из уст маленькой россиянки услышал те слова, ради которых, наверное, стоило работать все это время. Дорогой дядя Володя, спасибо вам за ваших зеленых человечков. Я вам даю своего зеленого человечка. Виталий Попач, Виктор Коса. Время новостей. Симферопольский район.